добрый день дорогие друзья болтум на связи и сегодня мы поговорим об окр наверняка многие из вас знают слышали что это такое обсессивно-компульсивное расстройство обсессии это мысли навязчивые мысли которые лезут вам в голову и вы никак не можете от них отделаться окр компульсии это действия действия которые вы совершаете при окере когда у вас есть окр вы совершаете какие-то многократно действия которые тут называются ритуалами ну что дорогие друзья я расскажу вам о своих окр возможно у вас они будут схожими потому что вообще конечно наверное надо сказать что у каждого человека в жизни хотя бы один раз за всю жизнь а наверное и не один раз за жизнь в те или иные промежутки времени случаются вот подобные какие-то окр но о причинах мы поговорим чуть позже и перед тем как начать перечислять свои свои вот эти вот такой окр чеки свои ритуальчики я скажу что не все они как бы сейчас у меня происходит не все они мне мешает жить жить сейчас но вот в определенные промежутки времени допустим в детстве или подростком возрасте да это действительно было и это уже конечно надоедало периодами но некоторые из них есть и сейчас повторяется сейчас но на то есть конечно свои причина которых чуть позже опять же поговорим и так окр и славки болтуна ну первый окр который мне не дает жить скажем так с детства и который по сей день по сей день вот я вот каждый день вот фактически с ним сталкиваюсь это плита а выключена ли у меня плита газовая плита и я после каждого вот когда я что-то готовлю на своей газовой плите я после каждого раза когда я выключаю я обязательно проверяю проверяю ее обычно по несколько раз вот хотя раньше у меня бывало такое но в подростковом возрасте допустим что я мог проверять ее ну раза шесть допустим раз шесть а то и 10 а то и 10 раз иногда бывало что я выключаю плиту значит все эти выключатели ручки должны быть повернуты в горизонтальное положение в горизонтальное положение должны быть я выключаю я взглядом осматриваю каждый каждый выключатель плиты Там всего три выключателя, всего лишь две конфорки и одна на духовку Я вот смотрю, первая, ага, в горизонтальном положении выключена Вторая, ага, в горизонтальном положении выключена Третья, в горизонтальном положении выключена И еще главная рукоятка, которая вообще перекрывает весь газ Такая вот, она основная на всю плиту идет, которая полностью перекрывает весь газ И она вот, ага, вот это главная рукоятка в горизонтальном положении Плита полностью выключена Это я себе такое говорю Плита полностью выключена Это со стороны, конечно, звучит смешно Но, наверное, многие все-таки знают, что это такое Сталкивались с этим Потому что это один из главных таких ОКРов Который очень распространен Плита полностью выключена И тогда я иду уже, допустим, в комнату Все, я себе сказал, что плита полностью выключена Я иду в комнату Но потом Вот сейчас у меня этого, слава богу Мне хватает вот одного раза сказать, что плита полностью выключена И все Но раньше у меня бывало такое Что я потом еще из комнаты Быстро, там, через пару минут Приходил Смотрел, точно ли плита выключена А точно ли, блин, она выключена То есть, как бы, человек себе не верит Я себе, как бы, можно сказать, не доверял И проверял Приходил обратно в комнату И потом опять, бывало, уходил И вот это могло повторяться Повторяться не один раз Не два и не три Это могло больше раз повторяться И это Если я, допустим, долго не пользовался плитой То я мог за день, там, проверять ее Ну, не знаю, ну, много раз Раз десять, допустим Я мог ее проверять Ходить время от времени Смотреть, а точно ли, блин, плита выключена Плита полностью выключена Мои волшебные слова И сейчас это повторяется Иногда Ну, то есть, я всегда сейчас смотрю А точно ли выключена плита Ну, слава богу, я уже так часто Не бегаю ее проверять Второй Мой Такой распространенный, скажем так ОКР Это свет А, блин, выключен ли свет? А точно ли свет выключен в туалете Или в ванной комнате? Блин, точно он выключен Особенно, допустим, когда ты куда-то уходишь Ну, я про себя рассказываю Когда я куда-то ухожу Допустим, уходил раньше Я проверял обязательно Точно ли, блин, свет в туалете выключен Там в ванне В ванне Я уже ботинки одел И все равно иду там проверять А точно ли, блин, выключен свет Вот, и выходил Вот, сейчас, слава богу ОКР мой со светом Как бы сошел на нет Сейчас я На данный момент могу сказать Что ОКР по свету у меня не наблюдается Третий, опять же, очень распространенный ОКР И который у меня очень, скажем так Был сильно Сильно меня доканывал И до сих пор у меня проявляется ОКР дверей Закрыл ли я дверь на ключ? И полностью ли я закрыл дверь на ключ? Раньше, допустим, в подростковом возрасте Когда я был еще небольшим школьником И потом дальше Я выходил, допустим, в школу И я очень тщательно проверял Закрыл ли я дверь Входную дверь Нижний замок, верхний замок В общем, очень тщательно То есть я головой-то точно понимал Что как бы дверь я закрыл Но я продолжал пытаться крутить Ключик в двери И он не прокручивался И это мне говорило о том, что все, точно дверь закрыта Вот Потом я мог вынуть ключ Спуститься там на лестничный проем На один лестничный проем вниз И опять вернуться Чтобы, блин, вставить ключ в верхний замок В нижний замок Проверить, а точно ли я закрыл дверь Вот этот ОКР один из самых таких противных Потому что мне приходилось Я уже мог немножко спуститься вниз по лестнице И потом мне приходилось возвращаться Чтобы проверить, блин, точно ли дверь закрыта И вот вся вот эта соль Вся соль, блин И беда ОКР Что ты головой-то можешь понимать Что все окей Все как бы сделано правильно Вот, опять же В ОКР это называется ритуалами Вот эти действия, которые вы совершаете Допустим, многократно Это называется ритуалами И все ли ритуалы сделаны И сделаны ли они правильно И вот я Вот у меня эти ритуалы Они продолжались И вот самое противное Что мне нужно было возвращаться по лестнице Я уже мог спуститься, блин Я возвращался Всовывал ключик Точно ли я закрыл дверь Да, вот это могло повторяться Несколько раз Очень раздражало, конечно Так И стоит сказать, что и сейчас У меня есть этот ОКР Точно ли я закрыл дверь Но уже не когда я выхожу Не когда я выхожу А наоборот Когда я уже пришел домой Я вставляю ключ в дверь Закрываюсь изнутри Я точно понимаю, что дверь закрыта Я отдаю себе отчет Но я продолжаю пытаться Крутить ключик изнутри Изнутри закрывать дверь И это продолжаться может Ну полминуты, допустим Полминуты И вот тогда я точно убеждаюсь Все, дверь полностью закрыта Все отлично, окей Могу расслабляться, отдыхать Вот опять же Есть на то определенные причины О которых я скоро упомяну Почему так происходит Также еще один ОКРчик Но это все из одной как бы степи Вот эти все ОКРы Все ли я взял Вот допустим Если куда-то важная какая-то поездка У меня намечается Или какой-то поход куда-то там Допустим взять документы Взять какую-то важную вещь Допустим я это кладу в сумку Кладу или в карман, в куртку И я потом Я закрываю Я внимательно пальчиками прощупываю Когда я закрываю карман Или допустим в сумке Я точно глазами Глазами очень внимательно смотрю Вот я кладу эту вещь Я очень внимательно на нее смотрю Закрываю сумку Головой понимаю, что она там Но через какой-то момент Я все равно ее проверяю Я ее проверяю И не один раз Допустим если до выхода Если я собрался с вечера И мне идти только утром То вот эту важную вещь Я могу несколько раз проверять Раза два, три И обязательно надо проверить Конечно перед самым выходом Я еще раз раскрываю Все эти или отдел сумки Или карман Смотрю, проверяю Щупаю пальцами Все, вещь на месте Все, ладно, окей Закрываю, могу идти Спокойно Но потом когда я иду Куда-то вот в то нужное Самое место Да Какое-то Важное, скажем так Важное место То тогда я тоже по пути Еще Если это карман куртки Я обязательно его Ну прощупываю Щупаю Чтобы вот Точно вещь со мной Окей Точно Окей Все, значит В порядке Могу расслабиться Расслабиться на какой-то Определенный промежуток времени Вот Сейчас этот ОКР есть Он есть Но он не такой навязчивый Потому что раньше Это было более В более навязчивой форме Когда я Действительно там По несколько раз По много раз Мог проверять Все Уже сам устаешь От этой всякой фигни От этой ОКРной фигни Но Вот такие вот Вот такие вот вещи происходят Но, конечно Это с многими Такое происходит Вот Но это опять же Один из самых Наверное Один из самых Таких популярных ОКРов Менее популярный ОКР Который у меня Проявлялся Раньше И сейчас Изредка Проявляется Уже связан С запахами Да Вот так вот Необычные Ну Приятные запахи Приятные запахи Которые вам Приятно нюхать Допустим Какой-то крем Или какой-то цветок Допустим У меня Там Дома был Какой-то цветок Там кто-то из родственников Принес цветок И я мог Много раз То есть Очень много раз Нюхать То есть Не просто ты нюхаешь Приятно тебе цветок нюхать А очень много раз Нюхаешь То есть Подошел Понюхал цветок Ах Как приятно пахнет И все И потом И вот так вот Допустим Я не могу оторваться Допустим Нюхай его Ах Как цветок Приятно пахнет Очень смешно Наверное Вам слушать это все Но это все реально Вот это реально Конечно Немножко мешает жить Хотя это более Приятный ОКР По сути Но все равно Связан с приятной Вещей уже И вот так я мог Нюхать там цветок Ну 8 раз Потом отойти Отойти там Посидеть Потом опять к нему Прийти Вот так Ах Как приятно пахнет Взахлеб То есть Ты не можешь оторваться От этого цветка Или с кремом С кремом Та же фигня была Когда я допустим Мазал руки Или еще что-то Кремом Каким-то Он очень приятно пах И Я очень много раз Мог его откручивать Откручивать Нюхать Многократно Закручивать Потом Потом закрутил Я Окей Прошло полминуты Опять откручиваю Нюхаю Этот крем Очень приятный запах И вот Вот такой вот Интересный ОКРчик у меня Был И есть Вот с кремом Иногда это проявляется У меня Не в столь Навязчивой форме Как раньше Но все же Проявляется Вот Ну что Сейчас Наверное Все Больше Такого Ничего не вспомню Ну бывает ОКРы там С утюгами Раньше были Когда там Что-то погладил А выключил Я утюг Ну это Такое Тоже Банальный ОКР Еще Наверняка Были Какие-то У меня ОКРы Сейчас Наверное Уже Всего И не Вспомнишь Но Вот То что Вспомнил Вот это Да Вот это Было И есть Было Ааа Блин Как я мог Блин Самые жесткие ОКРы Я забыл сказать Про жесткие ОКРы Я забыл сказать Которые Проявлялись Раньше В подростковом возрасте И проявляются Изредка Один Изредка Другой Очень часто При определенной Ситуации Он проявляется Вот Тот Что проявляется Редко И слава богу Что он проявляется Редко Это ОКР Моя навязчивая Навязчивая Вот эта мысль Это Острые предметы Когда Острые предметы Допустим Лежат со мной Рядом На виду Нож Особенно нож Всякие Навязчивые мысли Знаете Лезут в голову Это Страх Сделать Причинить себе Во-первых Боль И какие-то увечья Да То есть Опять же Это у многих людей На самом деле Если у вас Это Не проявляется То Вы Не переживайте В определенный момент Может у вас Произойти Проявиться Или же У ваших знакомых Потому что На самом деле Это очень Распространено Достаточно Острые предметы Допустим Нож Причинить себе боль Вот это Страх Причинить себе боль И опять же Навязчивые мысли Навязчивые мысли Которые лезут вам В голову Что Вот это Конечно Неприятная вещь Не буду Распространяться Ну то есть Очень Описывать Это все Как бы Тут нечего Описывать Но просто Поверьте на слово Приятного Когда мало Мало Когда лежит нож И вам лезут в голову Мысли Что Вам страшно Что вы можете Себе Или не дай бог Своему близкому Человеку Что-то вот сделать Именно страх Того Что ты можешь Физически Что-то вот Такое Страшное Сделать Во-первых Это один из Таких вот Более жестких ОКРов И Наверное Самый мой Жесткий ОКР Это Высота Вообще С высотой У меня Скажем так Отдельное Отношение Я не Я не люблю Высоту Я боюсь Мягко говоря Мягко говоря Высоту Но О моей фобии Поговорим Чуть позже Не в этом Ролике Но вообще Да Высота Это жестко И Не просто Вот что Высоко Страх высоты А когда я Нахожусь На какой-то Возвышенности Ну и На мосту Допустим Да На мосту Где действительно Высоко Это Страх Самый жесткий У меня страх И ОКР В то же время Это ОКР Страх Спрыгнуть Спрыгнуть Я боюсь Спрыгнуть С высоты То есть Ну Я понимаю Что Как бы Я Нормальный Взрослый человек Но У меня Такой страх Что я могу Спрыгнуть С высоты Вот Вот это Жесть Вот это Вам Наверное Не передать Словами Насколько Это Жестко Насколько Это Страшно И Опять же Это Конечно У меня С высотой Это У меня Фобия Но О которой Мы поговорим Чуть позже Не в этом Ролике Вот Ну вот Такой Жесткий Страх Реально Ну вот Вот Мои ОКР Так сказать Все Выложил Вам На чистоту Опять же Давайте Поговорим О причинах Немножко Стоит Сказать О причинах Причины Самые Разные Это И Воспитание В семье Это И какие-то Генетические Генетические Расстройства То есть Уже С рождением Да Но Более Распространенные Конечно Причины Это Отношения Допустим В коллективе Отношения В семье Воспитание Вот Те ОКР Которые Проявляются У меня И проявлялись Допустим Плита Свет Дверь Приятные Запахи Это Связано Прежде всего Было И есть С утомлением И переутомлением От чрезмерной Усталости Когда человек Уставший Переутомленный Вот это Тоже Очень Проявляется В нем И во мне Во многом Тоже Именно Усталость Переутомления Вот это Дает О себе Знать Но Опять же Не надо Скидывать Со счетов Воспитания Коллектив И так далее И так далее Ну все Дорогие друзья Буду на этом Заканчивать Надеюсь Вам было Интересно Не скучно Я вам Все Выложил Искренне Мне будет Интересно Если кто-то Напишет О своих ОКРах О своих Какие-то Впечатления Может у вас Какие-то Жесткие Или какие-то Интересные Необычные ОКРы Есть Рассказывайте Пишите Очень будет Интересно Интересно Будет Почитать Ну а я С вами Ненадолго Прощаюсь Пока Увидимся Искренне И вас Ваш Славка Болтун Пока